МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с вами проводим по 8 часов каждый день. И когда в кабинете стоят цветы, вот эти серые унылые стены, они преображаются. Появляется какой-то домашний уют, совсем другая атмосфера. И когда ты сидишь 8 часов за бумагами или не отрываясь, смотришь в монитор, наверное, через какое-то время хочется отвлечься, посмотреть по сторонам и увидеть что-то живое и зелёное. А учёные установили, что зелёный цвет успокаивает. Снимает нервное напряжение. Но мало того, что офисы меняются, становятся нарядными, в которых хочется работать, но и цветы ещё не только украшают офисы, но они их оздоравливают, оздоравливают обстановку, атмосферу. И не только воздух, но и атмосферу. Я не ошиблась. Потому что снимают напряжение, которое часто возникает между сотрудниками. А посмотрев на цветы, на некоторые цветы, многие успокаиваются. Такая становится нормальная, творческая обстановка, атмосфера. А кроме того, что они очищают воздух от микробов, от бактерий. Ведь никто же не задумывался, не проверял состав воздуха, которым мы дышим целыми днями в офисах. Здесь и сигаретный дым, здесь и сухость воздуха, и микробы. Люди приходят, очень много народу приходят, обычно в офисы посетителей. Здесь и выделение от смолы, от лака, от мебели. Статическое напряжение от мониторов, принтеров, ксероксов, от всей нашей аппаратуры. А мы в этом вращаемся с вами 8 часов. А как быть? Как улучшить обстановку, атмосферу и улучшить, очистить воздух? Выход один – цветы. Цветы помогут. И они не только снимут вот это напряжение, очистят воздух, но они улучшат наше самочувствие, иммунитет наш повысит, а это значит улучшится наша с вами работоспособность. Так что цветы только помогают нам на работе. Наталья Викторовна, какие необходимо создать условия в офисе для выращивания растений? Конечно, не все офисы подходят для цветов. И часто в офисах и недостаточно освещения, и сквозняки бывают. И нет человека, который бы ухаживал. Вот что. Одно дело, когда вы дома ухаживаете за цветами, а в офисах все заняты. Всем некогда, все спешат по своим делам. И, конечно, кто-то вспомнил, полил, кто-то забыл. А часто в офисах еще, когда мы уходим на каникулы, на новогодние или на майские праздники, закрываем кабинеты на несколько дней, и остаются наши зеленые питомцы вообще без света, без влаги. Поэтому, конечно, цветам в офисах, наверное, ну не во всех, конечно, но в большинстве случаев приходится не сладко. Поэтому, если вы решили заводить цветы в кабинетах, в офисах, сначала продумайте, как, каково им будет. Представьте себя на их месте. Есть ли свет, есть ли, допустим, нормальные условия, нет сквозняков. Потому что поставить горшок с цветком возле входной двери, которая постоянно открывается, или в месте, где люди курят, и часто превращаются в горшок, вот тут просто в пепельницу. Или, проходя мимо, выливают чай, кофе недопитый. Поэтому цветы страдают, как-то выживают, выживают как могут. Но, конечно, цветы в офисе нужны. Вот возьмите нашу редакцию. К нам тоже приходят часто посетители. Их бывает достаточно много. Это люди разных профессий. К нам приходят и актеры, певцы, врачи, педагоги. К нам приходят работники полиции, ГИБДД, из администрации. И когда они заходят в кабинет главного редактора, все смотрят на подоконник. Особенно, когда у нас цветут орхидеи. Не то, что женщины, ни один мужчина не проходит мимо. Все заходят и говорят, как у вас красиво. Маша, ну, а мы с вами в павильоне сидим. Вот представьте, мы с вами сидели бы, смотрели друг на друга, а вокруг нас были бы голые стеллажи, или стены. Наверное, это была бы немножечко другая атмосфера. И мы, может быть, так и не смотрелись бы по-другому. Все было намного проще, намного скромнее. А цветы все-таки нашу жизнь украшают. Согласитесь со мной. Наталья Викторовна, вы уже сказали о том, что не все офисы подходят для выращивания цветов. Как вы относитесь к искусственному озеленению? И использованию в интерьерах искусственных цветов? Я, конечно, за живые растения. Потому что, вот, казалось бы, много хлопот с живыми растениями. Нужно и полить, и протереть, и подкормить, и присадить. Это дело хлопотное. Искусственным ничего этого не требует. Но вы знаете, если в офисе, допустим, ну, нет возможности завести цветы, или все сотрудники очень заняты, или многие уезжают в командировки, то многие вот фирмы такие, довольно солидные, они идут на то, чтобы украсить свои кабинеты, зал заседаний, там, допустим, холл для посетителей, искусственными цветами. Ну, я не говорю, там, о таких букетиках каких-то сухих, пыльных, да, или, там, сноп с зерном. Нет, я говорю о больших, таких больших кустомерах, о больших растениях. Надо сказать, что сейчас их качество настолько высокое, что отличить искусственный цветок от настоящего очень-очень сложно. Пока не подойдешь и не потрогаешь, иногда будет заблуждение. Да даже бывает так, что ты трогаешь, и кажется, что они, в общем, настоящие. И в таких случаях даже вот такие искусственные цветы, они все равно как-то разряжают обстановку, делают офис более уютным, и даже партнеры, которые приходят вот в офис, в фирму, они обращают внимание. Вы не думайте, что вот только приходят для разговора с нами. Они обязательно смотрят, какая обстановка, как офис ухожен, есть ли озеленение какое-нибудь, есть ли цветы, украшен ли он. И уже создается совсем другое впечатление и о фирме, и о ее сотрудниках. Так что сухоцветы можно в том случае, если нет возможности, допустим, сделать живое зеленое озеленение и такие серьезные, нормальные, красивые деревца, которые действительно пальмы, которые не отличить от живой. Поэтому почему бы и нет? Наталья Викторовна, какие цветы подходят для офиса? Вот что бы Вы порекомендовали? У нас тоже, Маша, с Вами офис, у нас кабинеты, и мы тоже не выращиваем какие-то суперсложные растения, которым нужна там повышенная влажность или опрыскивание, или очень много света. У нас тоже простые цветы неприхотливые. Для офиса именно такие годятся, которые... Я бы сказала, те цветы, которые находятся и живут в моем кабинете, они вообще существуют в спартанских условиях. Да, они выживают не благодаря, а вопреки. Ну, что я могу назвать? Первое, что приходит на ум, это замиокулькас. Он у нас находится здесь сегодня, в студии. Да, его вообще называют деревом для ленивых. То есть, уход минимальный, спокойно себя чувствует и на северной стороне, и на южной. То есть, к свету равнодушен, можно так сказать. К поливам тоже непритязательный. Зато имеет очень яркую, сочную дереву. И часто, вот приходя в любые учреждения, можно увидеть именно замиокулькас. Поэтому он такое широкое распространение сейчас имеет. Рядом с замиокулькасом у нас шифлера. Тоже крупномерно, она у нас только начала расти. Очень красивое растение, которое украсит любой интерьер, любой офис. Тоже достаточно не капризное, не притязательное. Ну, к числу неприхотливых могу отнести кротон. Очень красивые резные у него листья. Монстеру называют всегда, когда говорим о неприхотливых растениях. Пальма. Ну, а самое главное, о чем сегодня, о ком будем сегодня говорить, это сансевьере. Это вот, пожалуй, находка для украшения, озеленения офисов. Потому что, ну, другого такого цветка, с такой жизненной силой, такого непритязательного, выносливого, трудно сыскать. И сансевьерия, она именно у нас представлена трехполосной. Вы видите, какая она красивая. Сансевьер бывает много видов, они все неприхотливы. У нас растет в редакции и сансевьера цилиндрическая, и сансевьера гигантская. И есть сансевьера с закрученными листочками. Но больше всего нам всем, наверное, по душе сансевьерия трехполосная. Чем она хороша? Вот в чем ее преимущество? Вы знаете, Маша, всем хороша. Может расти в одном горшке без пересадки несколько лет. Ну, разве это плохо? Может обходиться без полива достаточно долго. Все новогодние каникулы прекрасно себя будут вести. Листья настолько жесткие, упругие, никак другие. Чуть только не полил день-два, уже они начинают терять тургор, они уже погибают. Здесь суккулент этот накапливает влагу вот в этих кожистых листьях, в своих корневищах. Поэтому страдает только от перелива. Что в офисах, как правило, ему не грозит. Перелив точно не грозит. Чаще всего недолив. Поэтому поливается редко. Живет практически в любой почве. Но, понятное дело, что не глинистая. Обычная почва, которую можно купить в магазинах для цветов, размножается очень быстро. Мы посадили одно растение. У нас уже их здесь растет три. Очень красивые листья с полосами. Жесткие. Их только нужно иногда время от времени вытирать. Понятно, что в офисах мы не можем растениям предоставить такие условия, как дома. Они можем под душ их отнести, разложить, пересадить. У нас все намного здесь компактнее. Поэтому только вот такие неприхотливые, нетребовательные. И одна из них сансевьера. Очень легко размножается. Практически может год-два жить без подкормок. Но чем не хорошо? Не боится сквозняков. Не боится. Не боится того, что света мало. Единственное, если, конечно, на северное окно ее поставить, то вот эти в нее красивые желтые полосы немножечко поблекнут. Она может поменять окрас на такой чисто зеленый, более темно-зеленый. А так, вот сама удивляюсь, какое выносливо растение, как оно может жить. И при том, что оно живет в офисах, оно не только украшает их, да, своей зеленью, но еще и очищает воздух. Очищает, убивает, увлажняет воздух, убивает микробов. Ну, замечательное просто растение. Но хочу сказать еще одно. Когда в офисах будете ставить цветы и покупать их, то, конечно, не переусердствуйте. Понимаете, офисы – это все-таки рабочие помещения. И в офисах у нас и компьютеры стоят, и мониторы. И повышать влажность тоже не следует. Особенно поставить цветок, допустим, на принтер, и чтобы попадала влага, тоже не дело. Два-три растения на окне, и уже будет замечательно. И, конечно, нужно обращать внимание на горшки, потому что от выбора горшка тоже очень многое зависит. Они должны как бы не бросаться в глаза, не отвлекать внимание от самого цветка, а должны быть выдержаны в одном стиле, ну, в принципе, одной формы. Могут, конечно, отличаться по высоте, но не пестрые, как раньше. Заходишь, допустим, в ветеринарную клинику, до сих пор помню, как я пришла в ветеринарную клинику, и я увидела цветы, которые были в ужасном состоянии. Одно стояло в какой-то разбитой кастрюле, это был горшок старый, это миска какая-то. Это были ужасные условия. Поэтому, конечно, сейчас этого не встретишь, наверное. Во многих учреждениях заботится о цветах, старается, чтобы были и подобраны горшки, и растения. И очень радует, когда заходишь в любой офис, куда бы ты ни пришел, в больницу, там в клинику какой-нибудь, бассейн. И везде стоят красивые, ухоженные растения, в красивых горшках. И приятно смотреть на офисы. Как будто ты где-то в офисе, в такой рабочей обстановке, увидел уголок живой природы. Это здорово. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!